В природе муравьи убирают идеальные условия для своей жизни и жизни своей семьи. Дом муравья называют муравейник, ну или гнездо, кому как нравится. В домашней среде содержания муравьев также необходимо создать им идеальные условия. Создать этакое искусственное гнездо, синтетический муравейник. Или как называют умные мермекиперы, формикарии, ну или как не очень умные, муравьиную ферму. Что кстати неправильно. Можно придумать тысячи конструкций, заморочиться с деревом, исхитриться и сделать формикарий из гипса и пластика, но сегодня будет то, что под силу повторить даже самому неопытному новичку. Самому криворукому рукожопу. Скажу заранее, это что-то вроде прототипа модульного формикария. Я просто немного усовершенствовал идею и преподношу вам. А ваша задача обработать это все в голове и выдачить не что-то подобное, а что-то лучше этого. Иначе это видео вышло зря. Для воплощения моей идеи необходимо несколько простых и дешевых вещей, а именно пластиковая соусница и гипс. Весь формикарий будет представлен в виде одной камеры с хорошим обзором. Камера влажнее и входными отверстиями опциональна. Суть задумки создать модульный формикарий из соусниц, в котором каждой соуснице можно приделать еще несколько соусниц, расширив пространство по типу сотовой конструкции, в которой каждая камера может быть открыта, заменена, отсоединена от общей конструкции и так далее. В теории такой формикарий будет подходить почти для всех видов муравьев, вплоть до капризных панилинг, которым нужно чуть ли не читать сказки перед сном. Также из плюсов конструкции можно отметить возможность создания градиента влажности в гнезде, что подойдет для жнецов, да и вообще для любых муравьев, так как муравьи сами любят выбирать комфортные для себя условия. Замешиваем гипс. Кстати, алебастер это и есть гипс, просто другое название, не стоит бояться его использовать. Более подробно можно прочитать статье про гипс в сообществе ВК, ссылка будет. Готовим раствор. Два к одному по весу. Сначала отмеряем воду, растворяем пигмент, добавляем гипс, помешивая жидкость. Не надо пытаться ждать чего-то. Замешиваем и сразу же заливаем. По стукиванию формы об стол можно выгнать лишние пузырьки. Оставляем заготовку застывать. А пока наливаем чай. Когда гипс начнет схватываться, заготовка будет нагреваться. На этом этапе можно укутать ее в салфетку или полотенце, для того, чтобы реакция протекала более равномерно. Через полчаса можно вынимать гипсовую отливку. Я хочу, чтобы пол будущей камеры был ровным, поэтому можно немного обработать поверхность. Если захотите придать фактуру гипсовой поверхности, то об этом нужно позаботиться заранее, на этапе застывания гипса, тогда, когда он еще хоть чуть-чуть податлив. Сейчас, пока гипс еще влажный, его легко обрабатывать вручную. Необходимо нижней части заготовки вырезать камеру увлажнения и канал, через который будет поступать подача воды. Осталось хорошенько просушить заготовку и вставить соочницу обратно. Когда и это закончено, необходимо просверлить или проплавить входные отверстия и отверстия камеры увлажнения. Ну, все, чего ты смотришь-то? Быстрый и простой формикарик. Остается только поставить пару заглушек на неиспользуемые входные отверстия и присоединить переходную трубку. Идеально! Можно как подсоединить этот формикарик к олени, так и напрямую к инкубатору. Или вообще по хардкору высыпать муравьев сразу в этот формикарий. Благо есть такая возможность. Спасибо за просмотр! Остается только поставить пару заглушек, рыгнуть и смонтировать данную хуйню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова